здравствуйте мы продолжаем рассказы о палатках и рассказываем о разных моделях и о том что выбрать что лучше или что хуже и вот сейчас мы говорим о палатке stalker 3 фирмы трэмп ну в общем эта фирма появилась наверное лет десять даже назад уже в у нас на рынке это китай но это тот случай когда китай не очень плохо не очень хороший не очень плохо это такой тоже компромисс не знаю уж разумно или нет но давайте посмотрим вот конкретно эта модель мне понравилось и я вот расскажу общие какие-то моменты ну формально она даже четырехместная но два человека там лежит комфортно четверо вплотную значит весит четыре с половиной килограмма она сделана по такой классической достаточно давние уже лет 20 используемой схеме две дуги и одна дополнительная которая увеличивает тамбур дуги металлические что не может не радовать потому что в китайский фиберглаз он всегда выступает в общем фактором риска палатка двухслойная у нее вход дублирован сеткой у нее много кармашков удобное пространство и у нее проклеенные швы то есть в принципе с точки зрения там тех требований которые мы выдвигаем палатки она в общем вполне и вполне в ней у них укладывается дополнительно у нее из плюсов это юбочка до которая дополнительно делает нам удобно не заливает саму палатку в сильный дождь сам кстати производитель указывает показатели 5000 миллиметров на водопроницаемость 7000 миллиметров на водопроницаемость дна то есть там более про плотный капрон и защиту от ультрафиолетового излучения но вот честно говоря сама ткань она такая достаточно тонкая и на мой взгляд долгого времени она на открытом солнце не продержит она будет достаточно быстро выгорать и вот тут видно что она уже подрастянулась немножко и подвиг под выгорела хотя в целом мы видим что здесь еще есть такая специальная сетка внутри более укрепленные нити образуют такие квадратные по моему это называется rip-stop что мешает разрыву ну и внутри достаточно много места есть сеточки но сеточки эти не дублируются застежками то есть если эта палатка не очень подходит для ранней весны или зимы потому что в ней будет холодно из-за того что сетки не закрываются здесь сложно дышать вот ну материал на это капрон также с проклеенными швами что не может не радовать но вы знаете у этой палатки как и у всех других это в общем в принципе слабое место всех палаток молнии но вот у палаток трэмп дурная слава они действительно слабы в этом этом моменте я помню что мне приходилось спать такой палатки и нас было там четверо и два человека или один человек ночью во время дождя держал ее руками эту молнию задержал чтобы не заливала вот в эту в саму палатку то есть это было такое ощущение не из лучших но мне кажется что во первых это не самая дешевая модель а во вторых она как-то уже вот немножко они подросли и стало получше так что вот не знаю наверное просто с учетом риска замены молнии воспринимать ее как такой вполне возможный вариант для недорогой палатки проживания спасибо